дорогие телезрители с вами образовательно-познавательная программа семейный доктор и тема нашей передачи хронический отит среднего уха и мы сейчас находимся в 5 клинической больнице города алматы о том что это за патология и как защитить себя и своих детей от этого заболевания расскажут квалифицированные специалисты сейчас рядом со мной сидит врач отохирург ассаламу алейкум ну расскажите нам что такое хронический отит среднего уха что он из себя представляет добрый день наши зрители хотел коротко сказать от обострения хронический гной не средний отит который страдает у нас очень много пациенты это стойкая перфорация барабанная перепонка и воспалительный процесс среднего уха который длительный процесс отделяемые гной и слизости который очень сложное лечение который у нас много дети страдают острый средний отит из малого возраста это который основной причиной у детей идет острые одиноиды одиноиды которые с маленький возраст нарушение функции дыхания у нас дети которые страдают одиноиды и одиноиды на втором третьей степени они страдают конечно острые средние основной причиной хронического отита является это прежде всего неправильное лечение острого отита изначально причинами отиты является эта инфекция либо травма возможно переохлаждение конечно инфекция носоглотки именно то есть именно в носоглотке если какие-то инфекции есть то в связи с анатомо физиологическими особенностями именно микробы из носоглотки перебираются через слуховую трубу барабанную полость в дальнейшем возникает отиты и уже неправильное лечение отита острого приводит к развитию хронического отита стойка перфорации барабанной перепонки перфорация этой барабанной перепонки она может находиться либо в центре барабанной перепонки тогда мы называем мезотимпонит либо по краям барабанной перепонки лишь может быть эпитимпонит когда верхней модели барабанной перепонки принципиальное отличие двух форм заболевания заключается в поражении костных структур среднего уха и преимущественной локализации патологического процесса в барабанном пространстве при эпитимпональной форме. Мезотимпонит по течению является более благоприятной формой. Развитие хронического гнойного среднего отита обусловлено различными факторами, включая снижение общего иммунного статуса организма, наличие сопутствующих заболеваний вирулентными штаммами возбудителей, устойчивыми к антибактериальным препаратам, нарушением реперативных процессов, дисфункции слуховой трубы и другое. Развитие и поддержание хронического гнойного среднего отита может также способствовать искривлению перегородки носа. Давайте теперь поподробнее остановимся на распространенности этой патологии. И вообще вот сегодня, на сегодняшний день, кто больше заболевает этой патологией? То есть дети маленькие или все-таки взрослое население? Распространенно острый средний отит между детей и взрослые. У детей больше, конечно, чем у взрослых. Основная причина это физиология и анатомия у ребенка. Есть особенности. У маленьких ребенок слухая труба очень короткая и широкая, поэтому страдает острый средний отит. У взрослых там нарушение функции дыхания, скривленно-совую перегородку, синуситы, этмойдиты и так далее. Несмотря на современные возможности диагностики и лечения острых воспалительных заболеваний среднего уха, доля хронических заболеваний, являющихся следствием острых, остается значительно высокой. В частности, в Республике Казахстан хронический гнойный средний отит встречается до 30 случаев на тысячу населения. Обычно больные хроническим гнойным средним отитом предъявляют следующие жалобы. При хроническом отите, конечно, одним из основных симптомов является это гноитечение, причем гной может иметь неприятный запах с примесью крови, возможно. Периодически вот такие гноитечения бывают, тогда мы называем это обострение хронического отита. Кроме этого, несостоятельность барабанной перепонки, а именно перфорация барабанной перепонки не может просто так обойтись. Обязательно при этом отмечается нарушение слуха. Ну, нарушение слуха может быть различной степени. Это уже покажется, когда дополнительное исследование, аудиологическое исследование может показать степень тугоухости. Может быть боль при хроническом отите, но чаще всего бывает боль при обострении хронического отита. Также пациенты жалуются на шум в ушах или отмечают заложенность в ушах. Такое ощущение, как будто ладошкой закрывает ухо. Вот состояние заложенности в ухе. В тяжелых случаях хронического отита может появиться порез лицевого нерва. Нарушается двигательная способность мышц лица. Это уже запущенная стадия хронического отита. Если человек пропускает определенный период времени, да, не обращается к, скажем, к квалифицированным специалистам за помощью, да, к чему это может привести, к каким осложнениям? Если ребенка жалуется на острые боли уха, надо обратиться к специалисту. Долго ходить нельзя, заниматься самым себе. Лечение, конечно, нежелательно. Они должны обратиться к специалисту. Не сразу смотрим эндоскопические. Если не будет вовремя лечения, она может острее появляться на хроническом, на перфоративный средний отит. Когда осложнение идет среднего уха, можно, это называется у нас в медицине, это эксплуатативный средний отит, это который жидкость внутри уха. Знаете, конечно, мы всегда боимся осложнений именно отитов, да, осложнением могут быть мостаэдит. Это когда воспаление идет, уже идет поражение сосцевидного отростка, то есть костной ткани, да. Это грозное является осложнение, которое может привести к дальнейшему даже до летального исхода. Одним из грозных осложнений является менингид, это воспаление оболочек мозга. Также, значит, осложнением может быть абсцесс головного мозга. Абсцесс – это очаговое гноидное воспаление, значит, головного мозга. То есть это мы, опять же, говорим, что ухо, как и другие лорорганы, очень честно связаны с головным мозгом, и мы всегда боимся внутричерепных осложнений. То есть любой хронический воспалительный процесс в ухе может, как и острый, может привести к развитию внутричерепных осложнений. Вдобавок ко всем вышеперечисленным осложнениям, хронический отит среднего уха может осложниться лабиринитом. Лабиринит, он характеризуется нарушением походки, шаткости и головокружением. И все это в совокупности, если вовремя не обратиться к специалистам, может обернуться летальным исходом. Говоря о современных возможностях, диагностируется хронический отит среднего уха, микроатоскопии, проводится рентгенограмма височных костей, аудиограмма, исследование слуха, тимпанограмма, исследование функции среднего уха, барабанной перепонки слуховых косточек. Компьютерная томография. Также производится развернутый анализ крови. Вот мы и подкрались, дорогие телезрители, к одному из главных вопросов. Хронический отит среднего уха лечат консервативными методами и хирургическим вмешательством. Консервативное лечение заключается именно в лечении обострения хронического отита. То есть мы применяем какие-то капли, антибактериальные капли в ухо, капаем, проводим санацию, промывание барабанной полости. Кроме этого применяем антибактериальную терапию. Таким образом мы лечим обострение хронического отита. Лечение хронических гнойных средних отит сначала мы пробуем консервативное лечение. Это антибактериальная терапия, физиолечение, промывание. Если не помогает, мы идем на хирургическое вмещательство. Как сейчас у нас пациент ждет в операционной, он страдает длительное время хронических гнойных средних отит, он некоторое время лечился, ничего не помогает. Мы идем сейчас на уникальное операцию, это вмещательство, это на ревизию барабанной полости плюс моментально на слух лечащая операция, тимбонопластика 3-3-2. Мы сейчас покажем вас. Дорогие телезрители, мы сейчас находимся в операционном блоке 5-й клинической больницы и где ждет пациент, у которого хронический отит острый, хронический гнойный острый отит. Да, это пациент, который страдает очень много лет обострения хронических гнойных средних отитов. Мы еще сегодня подготовили уникальные операции, санирующие барабаны полости моментально тимбонопластику 3-го типа, бибротизированные. Это слухолюбчайший. Это такие операции уникальные, считается операция, которая самая сложная. Эта операция дает нам возможность перечить пациента от внутренних черепных осложнений и плюс слухолюбчайший операция. Ему шанс даем на уличение и слуха, что он в будущем будет слышать. Но он уже сколько, получается, вообще ходит с этой патологией, с этой проблемой? С этой патологией этот пациент у нас наблюдался недавно. Он до этого в других клиниках наблюдался, он с детства страдал хроническим гнойным отитом. Мы берем сейчас на операцию, лечить эту проблему. Надо есть, что все хорошо будет. Ну, пойдемте, проверим. Тимбонопластика может проводиться под местной или общей анестезией. Операция проводится в два этапа. На первом этапе хирург готовит трансплантант и подготавливает барабанную перепонку для его имплантации. Далее врач вводит трансплантант и покрывает им отверстие в барабанной перепонке. Это делается под контролем микроскопии. После этого для удержания трансплантанта на нужном месте вводится специальная пенка вокруг него. Если хирург обнаруживает во время операции, что слуховым косточкам среднего уха необходимо восстановление, он может принять решение о проведении этой процедуры во время тимбонопластики или отложить решение этой проблемы на некоторое время. Как правило, при наличии противопоказаний операцию откладывают на 6-12 месяцев. Такая комбинированная операция носит название тимбонопластики с реконструкцией цепи слуховых косточек. Она направлена на восстановление связи между барабанной перепонкой внутренним ухом с помощью протезов. Основной целью такой операции является улучшение или восстановление слуха. Что нам всем нужно соблюдать? Какие профилактические мероприятия? Для того, чтобы предупредить это заболевание и защитить себя и своих детей. Основная профилактика у детей маленького возраста это правильное дыхание. Когда ребенок правильно дышит значит все нормально. Мы должны учить наши свои дети правильное дыхание правильная гимнастика носа. Если ребенок плохо дышит значит проблема есть. Или либо этмайдит или гайморит или там смещенная перегородка скрепление у нас есть или одинодик, который дает осложнение на среднее ухо. Мы должны наши дети научить правильно сморкаться. Основное правильно дыхание через нос это правильно дыхание считается. Кроме этого значит профилактика обострения хронического отита является это не допускать того чтобы попадала жидкость или вода какая-то в барабанную полость через перфорированную барабанную переполку. То есть мы пациентам говорим вам нельзя купаться в бассейне или там на пляже в море. Необходимо чтобы не попадала вода в барабанную полость тем самым кроме этого мы говорим при купании в душе значит необходимо закрывать уши берушами или ватой чтобы исключить попадание воды в уши. И основное наверное необходимо сказать что пациенты страдающие хроническим отитом страдающие острыми отитами необходимо обязательно обратиться к квалифицированному врачу-специалисту лотоларингологу. Друзья вот и 15 минут программы семейный доктор подошли к сожалению к своему логическому завершению. Любая патология и заболевание если вовремя не обратиться к квалифицированным специалистам может обернуться тяжелыми последствиями и осложнениями. Если у вас появились вышеперечисленные врачами симптомы ну просто необходимо в тот же момент обратиться к квалифицированным специалистам за помощью а лучшая просилактика хронического острого отита является санация ротовой носовых полостей мы надеемся что сегодняшняя программа была полезной для вас берегите себя своих близких и будьте здоровы подписываться в следующем году и Донбасс мы продолжаем .